Всем хай, с вами Евгений, гроза всех стариков на этой планете. И сегодня мы с вами снова играем в Грэнни 3. Мы попытались, во второй раз уже получается, попытались пройти игру на экстриме, а я хотел сделать это сегодня еще раз, но я узнал, что оказывается перед самым тем моим выпуском предыдущим вышло обновление крупное в этой игре. Поэтому, поскольку я не знаю, что там новенького появилось, я не хочу оказаться в ситуации, в которой я полностью не готов. Чтобы опять же не просирать выпуск просто так на подыхание. Мы поиграем с вами сегодня на харде, посмотрим, что там за обновления. Как только мы их освоим, как только мы пройдем эту игру на харде, мы снова вернемся к попыткам пройти на экстриме. Но прежде чем мы приступим к видосу, я бы хотел поделиться с вами офигительной новостью. И дослушайте меня до конца, и вы поймете, почему эта новость прикольная и для вас в том числе. Прикольная новость, это шикарная новость. Помните, как три года назад, в 2018 году, ребята из HyperPC подогнали мне мощнявый комп? Я вот про этот комп. Я никогда не говорил, но я назвал его Монстр Куки. И этот милаш служил мне верой и правдой на протяжении трех лет. Но пришла пора обновляться. Вот именно, ребята из HyperPC снова замутили мне новый комп. Три раза мощнее, в три раза легче. Итого в шесть раз лучше старого компа. И у меня просто слов нет. Ребята из HyperPC, как всегда, вложили всю свою душу в оформление нового компа. И вы только посмотрите, что у них получилось. Это просто машина-убийца. Словно старый компьютер был милым коконом. И из него родился этот брутальный красавец. Мне кажется, это очень отражает меня. Парни из HyperPC, если вы сейчас меня смотрите, то знайте, вы лучшие. Я вас просто обожаю. Спасибо вам большое. А теперь, все, кто прется по компьютерному железу, сейчас я вам расскажу о том, что у него внутри. Материнская плата Mac Z590 Tomahawk Wi-Fi. Имеет все необходимые порты для подключения девайсов и заточена под максимальную производительность процессоров Intel Core 11-го поколения. Видеокарта RTX 3070 Gaming X3. Одна из лучших видеокарт на рынке. Имеет отличное водяное охлаждение и выдает максимальный FPS и графон в самых современных играх. Ну и смотрится просто офигительно. Жидкостное охлаждение Mac Core Liquid 360 R. Эффективное охлаждение, да еще и с клевым монитором, на который можно загрузить собственное изображение. Что выглядит очень классно, не говоря же о том, что легко держит температуры под контролем. Процессор i9-11900. Ну, тут и говорить особо-то нечего, он тебя порвет, просто порвет. Все. Монитор от MSI Mac 272 CQR. Да, мне еще и Моник подогнали, даже не знаю, чем я это заслужил. Видимо, я крутой. Клевый монитор, гнутый и заточенный под игры. Этому компу не хватает только подходящего имени. Этот комп третий по счету за все время существования моего канала. И в имени каждого компа было слово куки. Даже заставка на рабочем столе никогда не менялась, это печенька огромная, которая атакует город. Первый комп был куки, второй был монстр куки, ну и, соответственно, логично будет назвать третий комп альтра куки. Альтра переводится как другой. Я сейчас подумал, что будет круто, если вы зафотошопите мою заставку для рабочего стола. Как-нибудь что подходило к альтра куки? И вы сейчас, наверное, спросите, вот у меня новый комп, что я буду делать со старым компом? А мы его разыграем среди в доску своих. По ссылке в описании или вот здесь, на канале HyperPC, доступен ролик с моим участием, где вы не только увидите, как этот комп собирался, но и также, и это многие из вас уже давно меня просили, мы устроили рум-тур по моей рабочей студии. Вы увидите, где я живу и как я работаю. Собственно, в этом же видосе вы узнаете правила проведения розыгрыша моего старого компа. Участвуйте в розыгрыше, друзья, я очень хочу, чтобы этот комп достался кому-то из моих подписчиков. Ведь, если так подумать, то в первую очередь этот комп появился у меня, благодаря вам. Желаю каждому из вас удачи, люблю вас очень сильно, друзья. Все подробности вас ждут, как всегда, в описании, ну а мы переходим к видосу. День первый. О, да, я уже вижу, уже вижу какую-то дыру, как будто огромный червь какой-то ее проделал. Так, спускаемся, выходим. Дверь открыта, сейчас быстренько здесь пошаримся. Мишка здесь, ой, как отстойно. Планка здесь, ой, как хорошо. Так, давайте вот какое-то сделаем. Это откроем сразу, пусть будет открыто. Наверное, не стоило планку брать, наверное, надо было сначала сходить туда, посмотреть, что есть. Окей, давайте вот так сделаем и побежим сюда. Блин, что это за место такое стрёмное? О, какой-то подземный, что это такое? Какой-то туннель, туннель. Так, это нужно будет, ага, ломик появился снова здесь. Это что такое? Это мы можем здесь закрыться. Очень здорово. Так, здесь нужна какая-то монетка и нажать надо будет кнопочку потом. Это что, метро, что ли? Это метро. Какого хрена здесь метро делает? Ой, блин, что это? В смысле? О, я сплошные звуки издаю. Нет, блин, я сплошные звуки издаю. Прячемся. Сейчас сюда придёт бабка. Здесь какой-то робот, который выдаёт моё местоположение. Я не знаю, как я только что увернулся. Бабка здесь, бабка зашла. Господи, господи, господи. Как всё это экстремально. Оно ушло? Оно ушло. Здесь реально есть метро. Бабка с дедом решили своё метро собственное замутить. Коконат. Я вижу, что там кокос лежит. Очень интересно. То есть мы можем свалить на метро. Нет. Хорошо. Эта штука, видимо, начинает... Она меня видит, но не дудит. Пока я достаточно далеко. Поэтому можно спокойно ходить и изучать. Сволочь. Это сволочь-то, да, Вижтя? Что за восстание машин вообще здесь? Слышь, идёт. Зачем я высунулся? И как я испугался потом после этого? Зачем я всё это сделал? Терри-петаро. Как это больно было, вы не представляете? Сейчас я быстренько ещё раз туда схожу. Посмотрю, всё ли я там подобрал. Может быть, я что-то выпустил. Вот, смотрите, какая интересная штука. А вот эта дверь, что-то там блокирует её. Как надо туда попасть, интересно? Здесь ничего нету. Бежим. Это было, кстати, громко. Всё, прячемся. Прячемся. Каким образом? Как это произошло? Кто-то сломал эти доски. Ой, как хорошо. Ну-ка, а давайте её заставим сюда прийти. Она сейчас придёт. Всё, музыка затихла. Побежим. Кстати говоря, я в опасной ситуации, потому что если там дед, я-то убежать не смогу. Тихо. Оп, оп, оп. Идём. Действуем. На улицу. О, боже мой. Сначала кокос. Сначала надо кокос разделать. Разрубить его на две части. Понеслось. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Несым, несым, несым. Это ключ. Пэдлок. Сразу вот отсюда. Не отсюда. Откуда? Снизу, в подвале. Окей, тогда гоу в подвал. А в машине есть чё? А дед, иди, чего? Чё, риснём? Несым. Быстрее! Всё, 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 всё. Всё будет окей. Сейчас в кишку залезем. Гораздо легче играется, когда бабка и дед не бегают со скоростью флэша. Аккуратненько выползаем из этой норки. Так, ну кажется, всё, этот ключ нам больше не нужен. Куда нам теперь его деть, так, чтобы его не было слышно? Его везде будет слышно, кстати говоря. Блин. Надо с мишкой ещё как-то поступить грамотно. Почему-то заспалнился в самом низу. Наша задача сейчас взять мишку и кинуть его куда-нибудь вот сюда. А потом свалить. Готовы? Оп! Оп! Ааа! Вниз! Бежали! Нет! Нет! Закрыться! Всё, мне смерть, мне хана! Мне хана! Мне хана! Ладно, ничего страшного, это всего лишь вторая смерть моя. Я уже неплохо иду, я уже много чего продумал. День третий. Да, Евгений, они медленно бегают, но нельзя, нельзя полагаться только на это. Опа! Хорошо. Жим, только не скрипеть. Быстрее-ка тут шаримся. Оп! Окей! Всё, кухня осмотрена. Так, теперь вы в комментариях, некоторые из вас очень генивно писали о том, что, мол, Евгений, вот у тебя шахта лифтовая. Она типа работает, но она не работает без электричества, не работает. И сейчас давайте проверим это. Видите, нет электричества, она не работает, пока не включил генератор. Теперь нам нужно рогатку как-то заполучить. Это, на самом деле, приоритет сейчас. Поэтому собираем камешки. Раз. Оп! У нас есть шанс. У-у-у! Во! Тихо! Тихо! Стреляют! Он идёт за мной? Нет, не идёт. Но то, что он вышел, это, в принципе, нам на руку. Смотрите, полено! Окей, окей, окей! Это мой шанс. Бежим! Открывайся! Есть! В голову, помним. Тихо, 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 тихо. Ладно, пока не тратимся. Пока нет смысла, всё окей. Сейчас мы пройдёмся, аккуратненько. Хорошо. Пусть будет так. Я даже не знаю, насколько я вырубил её. Монетка! А коин? Это монетка, которую нужно в метро кинуть. А это? Что-то новенький, какой-то рычаг, походу. Хорошо. Как бы нам аккуратненько взять монетку? Нет! Ну только нет! Почему ты рожаешь здесь капканы, когда не надо? Я думаю, я смогу пройти. Я думаю, я смогу пройти. Я думаю. Нет! Нет! Бегом! Ублюдская сландрина, ты постоянно это делаешь, когда я возле капкана. Пришла. Давайте вот отсюда лучше зайдём. Всё, никого нету. Хватаем максимально быстро. И сваливаем наверх, и сваливаем наверх, и сваливаем. Так, давайте подумаем. Вход в метро, самое близкое, это вот здесь. Оп. Идеально. Монетка сброшена, теперь надо сбросить рогатку. Рогатку я бы сюда скинул. Нет! Бабуль, не могла бы ты мне подкинуть её наверх? Пожалуйста. Спасибо, блин. О! А вот и бревно. Можно прям отсюда было дотянуться. Меня вполне себе устраивает. Кстати, я здесь-то не был. Тут тоже могут быть полезные предметы. Вот, например, ящик, который надо будет с помощью лобика разбить. Теперь вот сюда ставим. Нам нужно на первый этаж. Ой, смотрите, можем прям на кнопочку отсюда нажать. Пошёл, э? Ну что, свалил отсюда? Вот сейчас будет стрёмная операция. Подобрать и убить. Ага. Иди сюда. Вот, спасибо. Вот. Есть! Вот это я крут! Быстрее, 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 быстрее. Очень, очень мало времени. Пока их нету. Кстати, пока их нету, видите, и музыки нету. И музыки нету, кстати говоря. Значит, они даже не появились ещё. Мишка идеальный индикатор. Сейчас я от Слендерина избавлюсь. Как она меня бесит? Как она меня достала? Мроша, давай, иди сюда, подохни. Есть! Увидимся в аду. Бэтч. Хоп! Ключ от сейфа. Вот теперь непонятно, откуда они будут спауниться. Слушайте, по-моему, я вообще отлично иду. Ключ. От шеда! Евгений хорош. Бросай. Только не крокодил, я тебя умоляю. Всё, отлично сработал. Теперь аккуратненько. Спрыгиваем, спрыгиваем. Нужно побольше камешков собрать. Максимально. Сколько их? Три, да, может быть, всего. Всё, дед больше не опасен на расстоянии. И бабка больше не опасна. Тут опасна только моя способность ошибаться на ровном месте. А где камешки? Что, больше камешков нету, хотите сказать? Так, погодите, если камешки больше не спаунятся, то я не могу тратить эти камешки на бабку с дедом. Что это ещё? Ключ от поезда? Ключ от поезда. Нет! Он подобрал. Мне надо за вазами. Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Оп, есть. И одна ваза у нас вот тут. Эть! Куда ты упала? Куда ты упала? О, смотрите, а вот ещё одна. Хорошо, что я посмотрел здесь. Значит, с этой вазой как нам поступать-то? В целом, мне нужно только их вниз на кухню отправить сейчас. Это самое важное. Зачем я кинул её туда, когда кухня здесь? Ой, блин, я тупанул. Да, можно же было вот отсюда забрать всё. Погодите, я могу достать отсюда? Пожалуйста. Значит, до кнопки на втором этаже я мог дотянуться, а вот здесь никак, да? У меня выборочно длинные руки. Погодите. Оп! А рогатка где? Твою мать! Почему всё так сложно? О, здравствуйте, мистер Дед. Да берись ты! Оп! Тебя надо слить как-то. Блин, она закрыла его. Сейчас, ладно, не рискуем. Просто так не рискуем. Как только мы вынесем Деда, нам нужно будет спрятать шотган в каком-нибудь месте укромном. Например, в шахте. Мне вот интересно, могу ли я вынести каким-то образом того робота внизу? Он мне очень портит жизнь. Единственное, что успокаивает, это то, что там есть кишка. Всё, стой, хватит, хватит тут ходить. Пошли, 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 пошли. Вот ключ от поезда, вот как мне с ним быть сейчас? Камешки спаунятся! Отлично! Один. Ещё один нужен. Хочу собрать весь сет. Вижу Деда. Он, блин, на улицу идёт. Оп! Есть! За патронушками побежали. Патронушки. Шотган здесь. Мне кажется, так он вполне себе неплохо стоит. Я надеюсь, Дед не сможет его забрать отсюда. Тихо, не дёргайся. Только у за рогаткой. Блин! Нет, сволочь! Да почему? Как так тупо можно было сдохнуть? Ладно, шотган-то спрятан. День четвёртый. А шотган-то спрятан. О, сейчас вот будет очень экстремально. У меня всего два дня осталось в запасе. Я всегда с этой окровавленной мордой хожу. Какой-то бомжара, которого избили. Хорошо, пойдёмте вот эту штучку применим сейчас. Посмотрю, что это даст нам. Есть. Билет. Пусть будет так. Доску надо вынести. Я, кстати говоря, учитывая то, как много манипуляций новых появилось в этой игре. Я вообще понятия не имею, как я буду справляться с этим на хардкоре. Присётся. Бабка. Сдохла. Одной минуты её не будет. А деда когда будет? У него тропаж. Последний день. Так, всё. Мы больше не можем позволить себе ни единой ошибки. Ни единой ошибки. Где билет? А, всё, у меня на месте. У деда заново шотган появляется. Побежали? Вот она, сейчас придётся. Должна прийти. Сейчас увидят. Тихо. Идёт. Блин. Всё, смерть мне. Есть. Подох. Ладно, простите. Я не хотел тратить. Ладно. Всё, минуты не будет. Я сначала отнесу доску. Потом быстро спущусь, заберу рогатку. Очень надо сделать именно так. Так, теперь вниз. О, боже мой, как страшно. Ой, боже мой, как страшно. Самое главное дробаш отнести. Так, хорошо. Оп. Всё, закрепили его за собой. Теперь вообще нельзя лошиться. Окей. Слышу же, где-то двери открываются. Всё, они проснулись. А, блин, они максимально хромают. Как же неудобно так ходить. Вижу бабку, иду к ней. Есть. Минуты не будет её. Старпёр, ты где? Есть. Ой, как всё долго. Как всё долго делается. Главное, просто вот сюда кинуть хотя бы. Хотя бы вот сюда кинуть. Всё, есть. За рогаткой. Почему я говорю всё время на повышенных тонах в этой игре? Я такой нервозный. Мне надо расслабиться. Надо сначала расслабиться, а потом, как мне говорили на актёрских курсах, выпустить внутреннего зверя. Это мой внутренний зверь. Какой есть. И вот так играем. Ничего не боимся. Мне нужно побольше найти камешек. У меня всего один. На самом деле, сейчас вообще, в принципе, можно и без камешков обойтись, побежать просто тупо наверх. Так, вот чётенько. Кстати говоря, мы до сих пор не нашли спички. Я не знаю, как эту птицу отогнать. И фьюза нету, и проводов нету, и бензина нету. Вообще нихрена. Опа, вот мы издали шум. Ломика нету. А это что? А вот и фьюз. Очень приятно, что фьюз находится здесь. Так, и мы сразу можем вернуться за рогаткой. Блин. Опа. Сейчас мы должны что сделать? Спрыгнуть вниз. Куда вниз-то хоть? Зачем я иду? Открыть поезд точно. Что у нас тут? Трейн. Вот это нам нужно. Так, кидаем. Надо вернуться за рогаткой обязательно. Я не хочу без неё ходить здесь. Так, у нас, значит, есть билетик. А, как нам вот сюда попасть, интересно? А, окей. Что нужно сделать? Нужен акселератор, блин. Что сейчас за акселератор? Где он находится? О! Есть. Сдохла, мразь. Могу разбить стекло. А чем? Окей, здесь больше ничего нету. Побежали наверх, пока бабка не разбудилась. За каждый поворот заходить так страшно. Стойте, погодите. Я всё осмотрел, кажется. Спичек до сих пор нет. Если их нету, у нас только один способ сейчас действовать. И это вазы. Опа, дед, опа, дед. Опа, бабка, опа, дед. Первая ваза пошла. Такой адреналин в задницу, скорее. Это толстая ваза. Надо поставить её в нужное место. Не тупить. Не тупить, не тупить, не тупить. Вот сюда, вот сюда. Да, хорошо. Возвращаемся за рогаткой. Сейчас наберём камни и снова убьём их. И только потом продолжим действовать. Только так. Я, правда, не знаю, где они спауниться. Нужно всегда три камня в запасе иметь. Сейчас они оба придут как раз-таки. Подох. Бабка, быстрее. Есть. Ладно, немножечко потерял времени. Ничего страшного. Побежали. Ох, зная себя, я наверняка поставил на монтаже такую музыку драйвовую. Которая прям, которая прям на нервах тебя держит. На максимальном напряжении, да? Да, Евгений, ты это сделал. Ты садист. Скорей. Давай. Генератор. Бегим. Хорошо. Забрать. Нужен камень. Действуем максимально быстро. Раз. Окей. Оп. Так, что-то произошло, что-то изменилось. Я вроде как электричество включил. Вот, я включил теперь. В доме есть электричество. Теперь мне доступна, по идее, лифтовая шахта. Есть один момент. Где спички, мать вашу? По-моему, я все просмотрел. Бабушка, я бы не советовал тебе выходить так поздно одной на улицу. Потому что сзади может напасть маньяк с рогаткой. Вау, хорошо как, а? Типа я теперь такое весь беру. Нажимаю на кнопку, да? Куда я поехал? К Слендри не приехал. А когда ты нажимаешь на кнопку, он едет на этаж ниже. В чем моя цель теперь? А! Он взял его! Надя, по яйцам! Забрал. У меня начинается паника. Эта тварь забирает шутган даже из шахты. Где же его оставить-то, а? Я знаю, где его оставить. Может, где его точно не тронут. Мы его оставим вот здесь. Пока что я хорошо справляюсь рогаткой. Зато я в безопасности. Ой, хорошо, что я решил эту проблему. Хорошо, что дед взял шутган. Никогда я был к этому не готов. А, я на таких нервяках. Друзья, если вам нравится этот видос, ставьте лайк. Это прям очень нервозно. Представляю, что будет происходить на хардкоре. Но объективно все посмотрел. Врата открыты. Стекло можно разбить рогаткой, конечно же. Тихо. Идеально прошел. С помощью рогатки мы разбиваем стекло. Давайте сразу кинем здесь рогатку. Сейчас нам придется и уйдет. Сейчас мы заберем колесо от ворот. И можем, по идее, сваливать. Но я от этого не хочу. Надо быстренько. Быстренько. Что я делаю? Какого фига я делаю? Нет. Это было громко? А как мне пройти теперь? А! Нет! Как мне выйти отсюда? Нет! Нет! Сейчас меня убьют! Сейчас меня убьют! Тихо! Пожалуйста! Я не знаю, отсюда выбраться! Почему я сюда? Я не знал, что я сюда залезу именно! Только не сюда. Только не иди сюда. Вот это ловушка. Вот это гребанная ловушка. Так, я нашел лом. Мысль такая, значит. Я не могу открыть дверь из-за лома. Теперь моя задача это... Открыть и свалить! Есть! Есть! Как хорошо. Я думаю, все. Я думаю, конец. Я играю уже час. Я не хотел этот час тратить впустую. Я такой... Я просто на грани, блин, ребят. Надо вспомнить. У нас два ящика есть. Два, точнее, ящика есть, да. Один, где Слендрина. И один, по-моему, здесь. Прямо рядом со мной. Он не здесь. Я не помню, где он. Вот он. Спички! Быстро! Сволочь в тумане оставила капкан. В тумане какая-то умная. Ладно, давайте забьем на это колесо. Я не хочу уходить старым способом. Значит, колесо мне точно не нужно. А что мне нужно, так это избавиться от стариков. Их надо ликвидировать обязательно сначала. Фу! Врасплох меня чуть не застало. Есть! Очень выгодно. Очень выгодно пришел дедуля. Подох. Касаем здесь. За спичками, за спичками, за спичками. Спички! Есть! Oh, very good. Я не знаю, почему я так говорю. Я просто напряжение сбрасываю из себя. Придуриваюсь. Так, хорошо. Пока птица задымилась, закоптилась. Наконец-то! Electric switch. Electric switch, наверное, кинем вот здесь вот, возле главного входа. И на себе понесло его. Давайте, знаете что, ломик кинем туда, к шахте. И возьмем рогатку. Опа! К шахте. Слушайте, такие техничные моменты. Так мне нравится играть сейчас. Switch нужно гораздо ближе к входу. И камень номер три. Все, полная обойма. Ну что, поехали? Ах, пока все хорошо получается. И я просто на грани. У меня последняя жизнь. Но я думаю, что все обойдется. Главное без багов. Вот самый страшный сейчас для меня это баг. Есть. Что это? Акселератор. Ой, как хорошо, что есть акселератор. Так, теперь мне очень хочется поюзать шотган. Напоследок. Мы должны красиво сдох. Мы должны победить красиво. Подзатыльник, бабка. Теперь мне надо все это вниз скинуть срочно. Вниз и вниз. Теперь сначала собрать камни. Идет дед. Сейчас бабка. Стой, я тут. Бить меня. Все, хорошо. Одновременно. Прекрасно. Давай. Come on. Друзья, сейчас операция называется вернуть шотган. Go за ним. Ну что, понеслась. Ладно, давайте вынесем его. Подох. Окей. Подохло. Вот здесь мы пополняем запасы. Надо все делать очень быстро. Раз. У нас получилось. Все, теперь здесь ничего не будет скрипеть. Только вот эти шумы, которые я буду издавать, когда я буду бросать предметы. Все надо сложить вот сюда. В первую очередь. Рогатка и шотган. Вот сюда. Как мы близко. Я хочу из шотгана попробовать убить робота. Не знаю, получится у меня это или нет. Надо бабку убить, кстати говоря. Я боюсь это делать. Так. Ублюдство. Черт, как я просрал так. Ладно. Ладно, давайте забираем. Побежали. Действуем очень быстро. Не ори. Есть, есть. Все, 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 все. Запитали этот поезд. Итого у меня в распоряжении два патрона и один камеш. Все, этот акселератор сейчас мы вставим. Раз, 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 раз. Сюда. Поставили. Бам, 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 бам. Так. Сейчас надо убедиться, что это все. Иначе я сейчас на скорую руку решу повыпендриваться и поплачусь за это. Мы просто выбьем их, скорее всего, эти врата. Что ж, тогда. Ладно, вроде бы все схвачено. В таком случае... Здрасте. Побежали за мной. Идем. Хочу, чтобы она видела, как я отъезжаю. Оп. Ну, не то, чтобы видела. Так, теперь ты. Непонятно, сработало это или нет. Они, в принципе, и так увидят, как я отъезжаю. О! Аааа! Нет! 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 Что я должен был сделать? Что я должен был сделать? Нет! Аааа! Нет! Я должен был дверь закрыть. Я не знал этого. Хо-хо-хо! Я представляю... Я представляю, как... Что вы сейчас испытываете? Я испытываю то же самое. Я не знал этого. Я думал, я просто поеду. Какая боль. Ну, скажу вам так. Именно из-за того, что я вот так вот сдох в конце, я испытал гораздо больше эмоций. Потому что... Ну, очевидно было, что я побеждаю. Очевидно уже было. Уже как-то не такой адреналин. Допустим, если бы я там, значит, бежал от них из последней силы. Так раз, что-то там нажал, убежал. Ааа... И спобедил. Было бы прям вообще офигенно. Ну, и я сейчас, под конец, испытал очень сильные эмоции. И это я больше всего люблю в записи видео. Когда игра делает что-то такое. Или я делаю что-то такое, что просто... У тебя просто бешеный пульс сразу. И у тебя адреналин внутри. Вот это гораздо интереснее, чем просто побеждать. Поэтому я никогда не читаю гайды по играм. Потому что гайды сразу... Ну, она... Гайды обезоруживают игру для меня. Нету элемента открытия. Нету вот этого разочарования от ошибок. Нету радости победы. Что ты сам что-то додумался. Гайды как бы вот все. Ты все знаешь. Играй просто. Сделай то, что тебе сказали сделать. Не так это интересно. На мой взгляд. Именно поэтому я играю так, как играю. И, в общем, я получил максимальное удовольствие. Во-первых, крутое обновление. Очень много всего добавили. Мы с вами посмотрим на отъезд мой на метро уже на экстриме. Вот это будет круто. То есть, да, мы поняли, что нужно делать. Мы поняли, что нужно будет двери закрыть у поезда, прежде чем отъехать. Мы знаем теперь про то, что когда-то стекло разбил. Ты сразу туда заползаешь. И у тебя нету больше выбора. Кроме как прятаться там. А если туда дед зайдет с бабкой, то все жопа. Короче, мы уже много чего знаем. Теперь мы готовы на настоящем экстриме поиграть. Готовы ли вы, друзья? Если готовы, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски по Грэнни и по любой другой игре. Увидимся очень скоро. С вами был Юджин. И всем пять! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!